Махди 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 На самом деле совсем наоборот. Мы можем исказить это и сказать, что сам факт того, что аббасиды использовали черный флаг, был вызван тем, что они знали о распространенной среди мусульман вере в то, что Махди и армия Махди будут иметь черный флаг. Итак, они воспользовались хадисом и хотели доказать, что они идут с востока с черным флагом. Однако они не были обещаны армией Махди, и только потому, что они использовали черный флаг, не означает, что хадис о черном флаге верен. Скорее, правильное мнение состоит в том, что хадис черного флага. Это, по крайней мере, Хасан Лериди, по крайней мере, Хасан в свете других свидетельств. И это мнение многих ученых прошлого и настоящего, таких как Имам Абу, известный знаток хадисов, такой как Ибн Катир, историк Имухаид и, конечно же, в наше время шейх Аль-Албани. Некоторые хадисы, в которых упоминается черный флаг, это те, которые были переданы в Сунане Ибн Маджи, а также в Мусарак Аль-Хаким. Где-то Убан говорит, что Пророк сказал, три человека будут сражаться за твое сокровище. Каждый из них сын халифа, и тогда ни один из этих троих не выйдет победителем. Тогда черные флаги появятся из земель Востока, и они будут сражаться, и они убьют тебя так, как не убивали ни один другой народ. Другими словами, наступит время великих испытаний и кровопролития. Потом он сказал что-то, чего я не расслышала. Тубан говорит, а потом он сказал, Пророк сказал, когда ты увидишь их, тогда присягни им на верность. Даже если тебе придется ползти по снегу, чтобы добраться до них. Поскольку у них есть халифа Аллаха Аль-Махди, среди них будет халифа Аллаха Аль-Махди. Этот хадис также передан в Муса Аль-Хаким. И Аль-Хаким говорит, что это достоверный хадис на условиях Бухария и Муслима, и Адахаби согласился с ним. Ибн Катир сказал, это хиснат очень сильный. Однако некоторые ученые сказали, что в этом есть очень небольшая слабость, и Аллаху виднее. Правильное мнение заключается в том, что это достоверный хадис сам по себе. Ибн Кассир пишет, комментируя этот хадис, сокровище, о котором говорится в этом хадисе, это сокровище Каба. Позволь мне сделать здесь небольшую паузу и дать сноску, если тебе нравятся древние арабы, племя Джурхум. Однажды им пришлось отказаться от Кабы. Это задолго до пришествия пророка. За много-много сотен лет до его пришествия. И им пришлось отказаться от этого, когда на Кабу напали, и они были вынуждены закопать большое сокровище. Огромное сокровище где-то под Кабой в ее нынешнем виде. И по сей день никто не обнаружил это сокровище. Итак, пророк говорит, что к концу времен мусульмане попытаются бороться, чтобы заполучить это сокровище, которое зарыто где-то в Кабе. Возвращаясь к тому, что сказал Ибн-Кассир, сокровище, о котором говорится в Хадисе, это сокровище Кабы. Три сына Хулафы будут сражаться за это, и это будет в конце времен. При этом явится Махди, и его появление будет из восточных земель, а не из пещеры Самура, как предполагают невежественные Рафада. Позже я объясню, что он имеет в виду, и ему тоже помогут люди с востока. Они поддержат его, установят его правление и укрепят его силу. И их знамена должны быть черными флагами, потому что это знамя, которое вызывает уважение и восхищение. Поскольку знамя пророка тоже было черным, поэтому Ибн-Кассир придерживался мнения, что Махди придет из земель Востока, которые в наше время называются Трансоксанией. И он также прокомментировал, что Хадис не относится к Аббасидам, поскольку, по его словам, это не те, с которыми пришел Абу-Муслим Аль-Харасани, чтобы подготовить почву для империи Аббасидов в 132 году н.э. H. Скорее, это другие черные знамена, которые придут с самим Махди. Так, это один Хадис, в котором упоминается, что три принца, другими словами, три человека, чьи отцы были хулафами. Это три брата. Это три человека? Каждый из них сын Харифа из другой страны? Это два брата и еще один принц? Аллаху виднее. Три человека будут драться. Их отцы были хулафами. Три человека должны сражаться где-то в районе Харам, где-то в районе Каабы. И никто из этих троих не выйдет победителем после того, как они сразятся. Пророк сказал, что из земель Иша придет армия, марширующая с черными флагами. И он сказал, в них будет Махди. Если тебе даже придется ползти по снегу, чтобы добраться до них, доберись до них, потому что Махди будет там. И этот Хадис сам по себе является Хасаном. Иншаллах. Есть еще один Хадис, который является слабым. И в нем также упоминается черный флаг. И помни, мы говорили, что когда есть более одного слабого Хадиса, ты можешь повысить его достоверность до уровня Хасана. И этот Хадис сообщается в кувшине Аэса Тимиди или Сунани Тимиди, а также в Мусаимам Ахмад, где Абу Хурайра передал, что из Харасана появятся черные флаги. Ничто не сможет отбить их, пока эти флаги не будут установлены в Илье. Илья – это одно из имен Иерусалима. Итак, в этом Хадисе рассказывается, что черные флаги появятся из армии Харасана, несущих черные флаги. Никто не сможет победить их, пока они не водрузят свои флаги в Иерусалиме. Тимиди сказал, что этот Хадис – Гаиб. И это один из видов упоминания Тимиди о том, что Хадис слабый. И в его цепочке Ридин ибн Аль-Хафид ибн Хаджар сказал, что он слабый. И точно так же другие ученые также согласились с тем, что один из этих рассказчиков слаб. Следовательно, эта цепочка слаба, и ее нельзя воспринимать как доказательство само по себе. Харасан – это название данной земли, которая в наше время простирается от современного Ирака до границ Индии. Это охватывает страны Узбекистана, Туркменистана, Ирака, Ирана, части Афганистана. Это то, как это называлось в прошлом Харасан. И это то, о чем говорится в Хадисе. Как мы уже говорили, в этом есть очень небольшая слабость. Еще один Хадис, в котором упоминается черный флаг. Это очень длинный Хадис, переданный в Суни ибн Маджа от Абдуллы ибн Масуда. И фраза в нем имеет отношение к делу. Он сказал, что пророк сказал. И тогда придут с востока Аль-Машри группы людей с черными флагами, а Хадис очень длинный. Этот Хадис явно слабый. В нем есть и сна от Езида ибн Абизияда. Езид ибн Абизияд, если хочешь знаменитый, или если быть более точным, печально известный слабый рассказчик Хадисов. Вакий ибн Джары, известный знаток Хадисов, сказал, этот Хадис не имеет под собой никаких оснований. А имам Ахмед, комментируя Езидский Ябе, сказал, что его Хадис о черных флагах не имеет под собой никаких оснований. Значит, имам Ахмед считал Хадис о черных флагах живым. Однако теперь это три Хадиса. Первый из них, как мы уже говорили, сам по себе это Хасан. Другой из них в Термиде слаб. И третий из них, ибн Маджа, также слаб. В совокупности концепция черных флагов явно аутентична. Первый Хадис достоверен сам по себе. Вдобавок к этому, у тебя есть эти два Хадиса, оба из которых немного слабы, и поэтому концепция черного флага кажется достоверной, и мы можем с уверенностью заявить, что одним из знамений Махди будет появление черных флагов. Как мы упоминали ранее, некоторые известные ученые прошлого считали эти Хадисы слабыми, и из приведенных причин не единственной было то, что аббасиды использовали черные флаги в качестве своих знамен, чтобы создать впечатление, что они были этой обещанной армией с Востока. Однако, как мы уже говорили, мы можем посмотреть на это в совершенно противоположном свете и сказать, почему аббасы хотели создать такое впечатление. Потому что они знали о существовании этих Хадисов. И поэтому на самом деле исторический факт, что аббасы пришли с черными флагами, действительно может подтвердить Хадиса Махди, несущим черный флаг. Нет никаких сомнений в том, что среди аббасидов не было Махди, но они надеялись и желали, чтобы он был среди них. И именно поэтому они использовали эту концепцию черных флагов. Кроме того, концепция черных флагов использовалась еще до прихода династии аббасидов. В известной книге «История от Табари-Тариха-ль-Русулва-аль-Мульк», а также «Беда Иван-Нихаяй-бн-Катир» сообщается, что один из повстанцев против династии Амиядов по имени Аль-Хадис ибн-Сурадж утверждал, что он Махди, и они говорят, что он взял черный флаг, как его знамя. Аль-Хадис был убит в 128 году Хиджи, и он начал свою проповедь более чем за 10 лет до этого, до того, как династия аббасидов начала свою проповедь во времена Амии. Таким образом, есть четкие исторические свидетельства, подтверждающие утверждение о том, что концепция черного флага была связана с появлением Махди еще до прихода династии Аббасидов. Пояснение от Абу Хурайры Наступит время великих испытаний и кровопролития, трое будут сражаться за твое сокровище, и ни один из них не выйдет победителем. Здесь имеются в виду Байден, Зеленский и Путин. Черный флаг здесь имеется в виду фамилия имама Махди. Фамилия имама Махди, как его флаг, содержит слово «негр», «черный». И они убьют тебя так, как не убивали ни один другой народ. Здесь имеются в виду, те, кто пойдет против имама Махди, попадут в Шиол. Ни один народ раньше туда не попадал. Когда ты увидишь их, тогда присягни им на верность, даже если тебе придется ползти по снегу, чтобы добраться до них. И ранее было упоминание про Восток. Снег и Восток указывают на то, что имам Махди придет из России.